Венот Кханна, один из самых красивых актёров Болливуда, снялся во многих блокбастерах своего времени. Он родился 6 октября 1946 года в деловой семье из Пешавара, ныне Пакистан, и снялся примерно в 140 индийских фильмах. Его отец торговал тканями и красками и поднял на ноги пятерых детей. Венот много раз менял школу, прежде чем окончил колледж и решил стать актёром. Он начал свою актёрскую карьеру в кино с отрицательных ролей и, что удивительно, смог добиться славы и перейти на главные роли в развлекательном жанре. В начале своей карьеры он обычно играл второстепенных или злодейских персонажей в таких фильмах, как «Восток и Запад», «Опасное сходство», «Приходи на свидание», «Моя родина» и «Схватка». Звёздной ролью актёра стала драма «Воспитание» в дуэте с Амитабхом Бачаном, за которым последовал ещё один кассовый успех – мелодрама «Амар Акбар Энтони». Венот вообще очень часто играл с Амитабхом. Даже его роль в блокбастере «Друзья навек» первоначально была предложена Амитабху и досталась к Ханне только после отказа Бачана. Он был самым высокооплачиваемым актёром Болливуда, когда неожиданно для всех объявил о своём уходе из отрасли. «Я всегда был искателем приключений. В киноиндустрии у меня были деньги, гламур, слава. Но разве это интересно? Сначала я каждые выходные посещал Ашрам Ушо в Пуни и даже переносил расписание съёмок в этот город. «Наконец, 31 декабря 1975 года меня посвятили. Когда я объявил о своём уходе из кино, мне никто не поверил», сказал Венот в одном из интервью. Он уехал в Америку и провёл 4 года с Ушо. Был его садовником, мыл туалеты и посуду, а потом вернулся в Болливуд. Вернуться в кино было легко. Мой гуру остался в Америке и попросил меня руководить Ашрамом в Пуни, но я отказал. «Это было самое трудное нет, которое я когда-либо говорил в своей жизни», продолжил Венот. В 1997 году актёр также решил попробовать себя в политике, где снова доказал свой талант. Он 4 раза переизбирался в парламент и стал государственным министром иностранных дел в правительстве Национального демократического альянса во главе с бывшим премьер-министром Аталом Бехареватшпай. А ещё занимал пост младшего министра культуры и туризма. Венот – многодетный отец. От первой жены Гетанжали у него двое сыновей – актёры Акшай Кханна и Рахул Кханна. И со второй супругой Ковитой он воспитывал сына Сакши и дочь Шратху. В начале 2017 года распространились слухи, что Венот Кханна сильно болен, но семья отказывалась раскрывать какую-либо информацию. Его не стало 27 апреля 2017 года. Как выяснилось, актёр страдал от рака последние несколько месяцев. На сегодня всё. С вами была Мила. До новых встреч!